Эту слегка битую Мазду житель Каменского района Антон купил в Киргизии и ввез в Россию в середине октября. Планировал сделать косметический ремонт и использовать для себя. Однако утилизационный сбор нарушил все планы. На тот момент он составлял 5200 рублей, но только после того, как мы узнали новости и узнали сумму, сколько будет стоить этот утилизбор, мы немножечко удивились. Миллион 270 теперь просит таможни за этот автомобиль при его стоимости 2300. И у нас недопонимание, стоит ли нам дальше восстанавливать автомобиль и эксплуатировать его, либо он так и останется для нас памятью. С подобной ситуацией столкнулись автолюбители по всей стране после введения неожиданных поправок в закон об утилизборе. Поэтому многие привезенные машины встали мертвым грузом. Когда мы попали в эту ситуацию, начали искать людей, которые также и оказались в этой сложной ситуации. Узнали о том, что еще на этот утилизбор ежедневно капает и пеня. Сумма, разница, то есть мы не считали, но говорят, что от 700 до 1000 рублей каждый день. Проблемы появились из-за новых критериев определения машин для личного пользования. Как нам объяснили на таможне, если авто был ввезен физическим лицом в единичном экземпляре по пассажирской таможенной декларации, и все было уплачено, то машина подходит под категорию некоммерческого применения. И если транспортное средство доставлено организацией и задокументировано по декларации на товары, то ставка будет уже как для юридических лиц. Автомобиль Антона был растаможен через декларацию о товарах. Такую форму используют, если транспортное средство закупают для коммерческих целей. Поэтому сумма утилизбора для нашего героя оказалась столь высока. Людей, которые купили машины до постановления, но не успели оформить, по всей стране сотни, а то и тысячи. Поэтому даже депутаты Госдумы просят отсрочить исполнение постановления до конца года. Такое уже случалось в автомобильном мире. Года два назад, по-моему, или год было назад, когда у нас вводили мораторий на изменение пошлин по ввозу транспортных средств с Японии во Владивосток для жителей ДФО, Дальневосточного округа. Как раз я сам лично находился в то время во Владивостоке и тоже узнавал. И там действительно ее продлили. Будут ли хоть какие-то отсрочки на этот раз, пока неизвестно. Однако наверняка понятно, что пока что лучше присмотреть автомобили на внутреннем рынке. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.